Игнат Игоревич, в последнее время в интернете много говорят о неком протеерее-головине. Владимир, да? Что, последние новости какие, расскажите. Новости какие, нового-то еще нет. Я вчера уже все это знал. Меня сегодня поскидывали с разных сторон сестры и братья, знакомые и даже незнакомые. Почему вы ничего не говорите, к вам бы прислушались, вас далеко знают, кто другое, навеличают это. Ну что знают там? Это пустое все. Все сказать. Был бы я близко знаком с ним, мы не встречались ни разу. Но что до этого он говорил, его проповеди, его отношения, я почти, ну большинство смотрел, у него длинные такие беседы. И в одном ролике он отозвался о моей деятельности и слышал. Я дал приглашение приехать на Деле Крещение, когда у нас будет, после 7 июля. И я сейчас не найду, где я это говорил, потому что это надо целиком слушать где-то. И ответ пришел, что вроде бы приедет, не один. Ну как-то разговор так был, сейчас я ни за что уже не ручаюсь. У меня такое мнение было, что я даже сказал, что может даже и приехать батюшка-отец Владимир Головин из Болгар. Там небольшое городишко в Татарстане, где-то недалеко от Казани. Ну а тут сейчас развернулась всякая компания. А если до этого вы не наблюдали, что у нее что-то не так? Что значит не так? У меня определитель-то Священное Писание, что не по Священному Писанию. А на него, значит, вот другой вариант. Какой-то я избрал там молитву по соглашению, деньги. Об этом не говорить, когда без денег в церкви ничего не делается. И попы на него говорят. То есть, как Солженицын говорит, с кем-то не поделился. Вот только так. Это их ответы. Я об этом совершенно не думаю. Но его любят. Много приезжали отовсюду. И это духовное лечение. Вот если так вместе мы вроде заплатили, тогда Бог обязательно ответит. Обязательно ответит. С этим нельзя спорить. Обязательно ответит. Но положительное или отрицательное, или ответ в умолчании у Бога-то. Дальше не говоря. Понимаете, вот я беру в масштабности этой. Ну а что? Надо было его остановить, вожжиться натянуть. Я не туда идет он где-то. Не знаю. Тем более, кто начал эту кампанию. Так, связанную с миссионерским отделом Александра Новопашина. Я маленько его знаю в Новосибирске. И Дворкин, два Александра. Про Александра Новопашина что сказать? Миссионерский отдел. Все. Миссионерский отдел – это выдумка. И выдумка нечеловеческая. И создать нельзя. Я постоянно твержу. Они даже этого не знают. Я попутно говорю. А про Дворкина, они говорят, штамп поставить негде. Кто он такой? Обманщик, хиппи, там еще только нету. Я это знаю. Он три или четыре раза на меня наезжал заочно. А человек засланный. Из Израиля, из Америки, там откуда его, как говорят. Очень серьезное обвинение. А его они держат. Он нужен. Нужен кому-то, чтобы вести вот эту ненавистную, разрушительную работу. Всякий лучик света душить. Ну, не могли обратиться к таким людям, которые незапятны этим. Настоящие богословы. Вот я мало знаю кого, а кого-то уже и хорошо знаю. Вот они взяли бы и спросили отца Геннадия Фаста. Вот он в Хакасии. И спросили бы, вот его такие, это вот кто-то где-то там, где-то как-то. Тогда было бы видно, что тут ни за дни деньги, ни за зависть еще нет. Тут доктор богословия. Настоящий возрожденный свыше человек. Я его очень хорошо знаю или знал. Но теперь отношения такие хорошие. Ну, я вам примерно говорю так. Кто мне известный из священников? Это первый вопрос. О которой говорят, вот надо так и так. Это батюшки, что по-хорошему и волки, и сынка, и овцы стояли. Не получится. А вот они говорят, это лучшее, что говорят люди, это батюшка. Я через него пришла в православную церковь. Я через него обрела смысл жизни. Ну, а дальше-то он говорит, Федор едет в машине, вместо этого термината. Говорит это как о них. Что, лживые они говорят, то другое говорят. А как даже? Нужно так вот как-то примирить. Батюшки это любвисты называются. Один слово, без пробела. Всех люблю, никого не осуждаю. Я вижу, видно, что и батюшка-то отец Федор зла-то не желает. И видно, что, прости Господи, если это семейный человек, он не арамонах, то, как правило, из таких самые лютые подкабульщики получаются. Он никогда мою жену не осуалит. И не может быть, чтобы там такие были люди, которые по Евангелию поступали, жены. Я-то все уже попутно говорю. А мое мнение какое? Я уже вот взрыв дал, они люди не видели. Я сказал, батюшка, я знаю ваши события. Вы не могли приехать. Наверное, отложили просто на другое время. А тут события захлестнули. Я еще напишу. Но главное, ролик, комментарии отключены, комментарии отключены. Я поискал, на другом нашел свое. Там оно, видно, копировалось уже где-то. Я не обсуждаю этого пармена, и что сказали, и как бы я на его месте поступил. Ну, как бы чужую беду руками разберу, а своей ума не дам. Главное, что я за него давным-давно молюсь. Я увидел, что он очень большой опасности. Я не употребляю слова прелесть, гордыня. Это все выдумки поповские. Я знаю, если он вышел на арену, вышел за брустер, попы сожрут его. Я раньше сказал, больше ничего не говорил. Я знаю, зависть съедает все. И так и здесь. Сейчас они, теперь давай его долбить со всех сторон. Был бы здесь, мы бы ему что сказали. Я бы сказал, батюшка, отдохнем маленько, пойдем картошку копать. Я бы его тут затрек и поехали. Он справный, крепкий мужик, видать. Ну, просто он мне нравится. Открытие такое, а теперь у него образование не такое. Думаю, вообще нет образования. Так мы и сошлись бы с ним. Тут еще про это и говорить. Я попутно включу сюда. Вот вчерашний вечер, вы думаете, чем я занимался? Володя, дядя Вова, как ты думаешь, чем я занимался? Не знаю. Не знаешь. А я тебе не раз вспомнил. Дело в том, что такая морость идет. Воздух перенасыщен влагой, стопроцентная влажность. Стопроцентная. Вот. И в комнате холодно. Я форточки там ставил. Ну, закрыл стеклом теперь. Форточки там с сеткой стояли где-то. А тут у меня котята на глазах-то. Видно, жмутся холодноватые. Я решил печку истопить. Ну, все почищенное. Заложил и никаких. Пошел сюда, вообще отсюда рвался поскорее. Пришел. Там окна не видать. Дым вот столько. А я напрямую там сделал. Оказывается, печь там идет. Обогреватель-то. Зеркало обогрева там где. Одно. На полу стоит. Не на земле. Не на бетонном основании. А где труба-то, там больше кирпичей. И она больше пол прогнула и оторвала кирпичи. Эти трещина там парит стоит. Ну, и вот и хрещет. Что делать? Я тогда дверь открыл. Комаров нету. Я бы не открыл раньше. В дыму проспал бы. И она бы очистила там через минут 30. Даже меньше очистилась. Я нашел одно ведро. Там проволочи. Газеты застелил. Взял совок. И пошел туда. За Глушково ушел. Где овцы. Песок рассыпали. Песка наложил. Четверть. Рядом глина. Глину наковырял. Пришел. Развел. И залез. И начал. Один там лажу. Думаю, щебурахнусь. Искать некого будет. Все. Все щели замазал. И опять. А уже выстрелил. И дальше. Тупечка топится. Вот. Понимаете. Так и здесь. Вот этот дым. Я сравниваю. Куда я волна пошла когда. Замазать эти щели. То есть не давать повода. Ищущим повода. Я не случайно это вклиниваю сюда. Но я не могу отцу Владимиру говорить. Я близко его не знаю. И какой его настрой. Вот. Где-то он там говорил. Переводил. Переводят тексты. Что он там. О Христе говорит. Писать. Какать. И прочее. Но это не надо говорить было. Надо было сказать. Он человек. И он жаждал. Он. И алкал. И плакал. И спал. От усталости. Ну то есть. Человеческие качества. А этот. А зачем говорить. Ну а было. Ну если взять. Побольшой. Побольшой. Прадед. Да было. Все так и было. Как он говорит. Но не принято это говорить. Это Бог. В нем. Два естества. Божеское и человеческое. И. Божеское и человеческое. Никак. Не путать. Как говорит. Божий Дарский ищийся. Это я попутно говорил. А он от этого говорит. Что там. Мать умерла у него. И. И. В это время у него. Там. Вот такое. Вроде говорил. Не думал еще. А надо ли это было говорить. В первую очередь. То не надо. Молодежь отвечать. А вы бы ответили. Как он ответил. Никогда. Никогда. А зачем. Нет. И. Никто не отвечал. Ни Златоуст. Никогда. Вопроса этого не было. Благоговение. Ну. Давайте даже мы. О президенте. О царе. О канонизированном. Будем говорить. То-то. Говорить это не надо было. Ему это надо. Этот балласт. Сбросить. Принести покаяние. И. Тут. Дворкин прав. И. Новопашин Александр прав был. Я не обвиняю. Я свое мнение. Меня спрашиваю. Я отвечаю. Ну. Остальное. По соглашению. Я ответил. У нас по соглашению молитвы. Больше полвека идет. Только в маленьком масштабе. Кто звонит. Я говорю. Ты согласен молиться? Становимся на молитву. Никаких деньгах конечно. Речи нет. Но одновременно. Три святое. Сто поклонов. В общей сложности. Семь. Ну. В богословских вопросах. Я никогда не встречаю. Я православный. Я принимаю. Как восстановила церковь. В единого Бога Отца. Верую. Никел цареградский символ веры. Сейчас я скажу. Вот. И. Вопросы. И. Притом. Очень. Мною уважаемые люди. Задают вопрос. Я только усиливаю молитву. Стою ночью. Днем. И. Все время. Помню о нем. Вот. Как об Андрею Кураеву. Все. А епископ прав. Не прав. Тем более. Епископские дела. Вообще. Не обсуждаю. Никогда. В таком вопросе. Он делает. Он отвечает за это. И. Да благословит его Господь. И всех. Ходить по слушанию Бога. Я православный. Все. И. Никакого. Расколожения не должно быть. Посты строго соблюдать. Много людей не будет. Два человека одного. Один не будешь никогда. Это точно. Будете хотя бы вдвоем. А тут. Тысячи людей. Отсюда. Едут. Соглашению. Семьсот рублей. Там. Начинают говорить. Ну видите. Не надо было этого делать. Это нельзя защищать. Защищать нельзя. И не надо было. Просто не надо было. И все. Я не осуждаю никак. У нас этого нет. Молитва и деньги несовместимы. Не можете служить Богу и мамоне. Молитва Бога. А мамону это богатство. Молитва. И вот в этом. Когда все вникнешь. Тогда рассуждать вообще не о чем. И у него тогда бы этого не было. Я сразу думаю. Такие люди как Павел Плавеевский. Там. Бердяев. Ну. Которые мне так известны. Думаю. Ну почему их дальше-то заносят. Ну насловились бы на этом-то. И все. Нет куда-то дальше. Их хватает такое. Которые не могут потом объяснить. А потом их топят как котят. Этого не надо было делать. А вас тоже топят. Топят, но не потопили. На меня не вышли. Ни одного решения по сегодняшний день. Так у отца-то Владимира этого нет. У меня тридцать восемь книг. Что спрашивают. Двенадцать тысяч четыреста роликов. Меня голыми руками можно брать. Но. Они брали, но обожглись. И Дворкин четырежды наезжал. И ничего у него не получилось. Вот. Одесский монастырь. И там три епархии миссия. Эти. Санкт-Петербургские отделы. И Киево-Печорской лавры. Я знаю, что это Бог. Нашли бы. Делать ничего. Но Бог сделал так, что ничего меня не находит. У меня только там за мощи, за монашество хватает. Но ничего не получится. Они меня не вызовут. И я не священник. Они мне не могут. Не носи крест. Нательный крест никто никогда не снимет. Это им не подвластны. Иерейский я бы давно был священником. И я знал. Я буду попрострига. А мне это не надо. Они могли меня так сразу же задушить. Это я говорил митрополитам Италии. И многим епископам меня сватали. И думаю, был бы давно уже не священником. Жена в монастыре. Все вопросы бы решились. Но нет. Я ассоциализатор. На самом дне социальной лестни этой пирамиды нахожусь. И поэтому да благословит Господь Отца Владимира. И жду его в гости. И свои ресурсы его скину. Вот мое такое. Ни тех, ни других. Оно знает, что обвинители в этом вопросе не на 100% правы. Вот что. А ему сейчас прислушаться. И когда, говорит, буря началась. Говорит, мы своими руками пшеницу побросали в море. Ну это пшеницу съедобное. Давал людям. Но тебя за это топят. Без этого можешь прожить. Сбросил все это. Я вижу, он это путем идет. Он сбросил. Это я в таком положении был. Сказал. То есть раскаивается. Может, я не все знаю. Но именно вот так. У меня к нему никаких претензий. Никак. А то, что давайте по-хорошему, так не бывает. Ну, нельзя так вот обзывать лжецы. А как? Если они лгут. Ну, пришли к Анну Христителю. Ну, можно по-хорошему? Нельзя в порождении хинины змеи. Кого они гнали, отцы ваши? Это уже в Новом Завете говорит Степан. Первомущенник-то. Еще нам с волхвами тоже по-хорошему. Он говорит, ты враг всякой правды, сын дьявола. Ну и слова. Да разве такими словами мы можем мир сохранить? Значит, его и не надо мира. Иная война лучше мира. Есть такое изречение у святых. И поэтому молчанин предается. Бог, как приписет Григорий. Бог его знает. Вот мой такой ответ. Ну, на ваш взгляд, то есть он пользу-то приносит слушающим Владимиру? Пользу? Я не решаю этого. Ни одного слова. Польза, не польза. Я вообще не решаю. В одном месте я только выступил однажды. Он сказал о Фатимской Богоматери, что там от Бога явление было русское. Я сразу скинул. У меня два материала. Письмо православия. Фатимская трагедия. Это видение было от дьявола. Дьявол являлся. Никакой Божьей Матери там не было. Без лица. То есть у него неполные сведения. Мой материал нужен брат. И я этот материал им скинул. Но ответа не было. И после этого он отзывался обо мне в возвышенных тонах. Как вот Андрей Кураев в интернете. Значит, или не дошло, или он это принял. Но здесь была у него и полная информация, или как сказать. Но от него ведь требуется, чтобы он ролики снял с канала. Да. От него ведь требуется, чтобы он ролики с канала снял. Это невозможно. Но если они вредные, он отрёкся снять. Но он говорит, что они размножены. Люди копируют. Я могу. Но свой я убрал. От этого ничего не меняется. На меня нападали. Я, допустим, ютуб или какая-то там организация кто. Я убрал. А на следующий день у меня об охране где-то там. СД. И наши беседы ролики. И они тоже в другом, в этот же день у тебя появились. Ну что сделаешь? Вампиры нападают. Им кровь нужна. Ну ладно. Эй, пасти сегодня. Пасти пойдёшь. Строго держи по времени, как говорили. Чтобы ни одного прокола не было. Из тебя пастут хороший получится. Это я тебе скажу. С собой много не бери. Только, чтобы от дождя укрыться. Считай. Смотри. Больше считай. Да некогда. Некогда, Игнат Ильич. Там корова есть. Такая. Шебутная. Она не даёт вообще не читать. А я не буду. Сразу же на её место будет другая, да ещё хуже. Один монах на острове был. Тринадцать монахов. Семь за него. А шесть против. И он не выезжал на лодку в другой монастырь на другом острове. Приплыл туда. Маленькое время прошло. Теперь против него семь. А шесть за него. И он туда взял и вернулся. Так что, одного убирает, а другой ходит. Николай плохой. На его место пришёл такой, которого хотели, желали. И что получилось? Лучше заботиться о людях, о своей стране, из разрухи поднять, чем Шиколь, Грубер. Никого не было на земле. Но, однако, дальше-то по волоклу народу Божием тронул. И что получилось? Всё сгорело. Минимум пять-шесть миллионов погубленных своих. Ну и в пятьдесят миллионов разразилась катастрофа над миром. Надо вперёд смотреть. Божий путь. А Божий путь влечёт к тому, чтобы мы заботились об этом. Сейчас меня спрашивают. А вот Захарченко погиб. Вот Александр Владимирович. Значит, Бог забирает лучших? Лучших. Я ответил откровение 13 глава. Взявший вещь от меча погибнет. Кто ведёт в плен, сам пойдёт в плен. Вот и всё. Я ни одного слова не ответил. Только два места в описании указал. Сеющий ветер пожил бурю. Весь ответ. Я просто так говорю. Скажите. Когда вздумала обилиция Чечня. Что сделали? С грязью смешали всё. А там помощь была со всех сторон. Как сейчас от России на Донбасс. Там кумометрами доллар мерили только. И что вы? Попустили? Нет, не попустили. Не попустили. И поэтому я с первого дня был за то, что сказал Лукашенко. У нас область какую-то отняли. Мы против. А у России именно вот это. Территория. Территория. Жить уже некому. А у Китая плодиться. Плодиться. А территории нету. Вот надо было объединиться. И территория, и рождаемость была бы. Ну пусть бы она была не такой внешности. А их обращать к Богу. Националисты будут скрижечь зубами от ваших слов. Ну как? Не стреляют же сейчас. Вот где? Смотри в Америке. Там разные тоже национальности. И в Пакистане разные. Есть где христиан. Никого не гонят. Я сейчас один ролик посмотрел. Почему я женился на Вьетнамке. Он журналист был. Она ему вот так вот под плечом. Вьетнамка маленькая. Решил изучать язык вьетанский. Ну он ждал. Учительница придет. А он сам в очках. И она в очках пришла. Маленькая такая. Хорошенькая. И вот он сидит у нее. Ну она. Он говорит. Я его руки пропускал. И все. На нее смотрят. Они общались. Говорят английский. Я маленько знаю. И она и. Ну и в конце концов показывают свадьбу. Как они женились. Дальше на мотороллере едет уже с дочкой. Дочка родилась. То другое. А как. Ну у меня была жена. Я женой была здесь. Ну тут старые наши дела. Что-то вспомнились. Я ее домой отправил. А сам женился. Вот и все. Остался без жены. Не ищи жены. Вот тут. А так давайте праздновать день девства. А у них это. Женить бы на 6 месяцев. Кажется. Или что-то такое. Заранее уже обговоренно. И вот это посмотрел. И думаю. Эй. Везде и во всем мире. Старые обычаи. Мало где. Деревня говорит. Держится там по-другому. А в городе. Нет. Сейчас включаешь. Пульт телевизора. Или ноутбук. И все. И эта деревня превращается. Сейчас уже все уравнялось. Игорь Тихонович. Нет. Ну там говорит. Он. Я ему слова передаю. Он журналист был. Показывает моменты. Где он выступает. Ораторствует. А тут мужик. Улыбка с лица не сходит. И язык их изучает. Ходит. Вот. Все мне надо уже. Давай с Богом. Да благословите тебя Господь. Арту Владимирову Господи. Сохрани жизнь. Потому что видно, что он уставший и уставший. И по здоровью то он может просто пострадать. Надо молиться. И ждать. Уметь. Затаиться. Волчать. А что не так. Бог их смотрит. Поправит. Г WhatsApp. Продолжение следует...